Добрый день, коллеги! Мы продолжаем трек по презентациям, трек, который будет длиться в течение всего года. Мы сейчас с вами находимся где-то в конце первой, третьей, во второй половине учебного года. Вас ждет еще больше вебинаров на самые разные и интересные темы. И вот такой вот небольшой своеобразный экватор, первый январский вебинар, мы с вами вернемся к той теме, которую я повторяю практически ежегодно. Это текст, шрифт и, конечно, правила верстки текста на слайде. Повозвращаемся мы по тому, что тема на самом деле обширная, потому что по ней всегда есть что сказать, и всегда я стараюсь найти какой-то новый способ попадать в материал по новому установленную проблему. Поэтому даже если вы уже были у меня на подобных вебинарах, надеюсь, что что-то интересное для себя вы увидите. Давайте, прежде чем мы перейдем к каким-то практическим моментам, немного пробежимся по истории для того, чтобы понимать, почему верстка текста стала такой, почему так много внимания мы уделяем текстам, и что дизайнеры, что создатели, авторы книг считают красивым. А потом, что считают красивым, авторы сайтов, и что считают красивым, авторы презентаций. То есть с чего все началось? Тогда, когда появилась возможность книги не переписывать от руки, а печатать, появилась возможность и стандартизировать, то есть делать книги не то что одинаковыми, но разработать какие-то общие для всех правила верстки. Тогда появились какие-то приемы, которые дошли и до наших дней. Самое главное, что возникло и что продолжает до сих пор быть важным и актуальным, это так называемое серебро набора. Когда на белой, серой или бежевой странице черные буквы, вот на отдалении от экрана, сливаются в красивый вот такой серебристый блок. Серебро набора – это как раз признак хорошей работы верстальщика, хорошей работы типографа, когда страница получает какой-то свой особенный вот такой серебристый цвет за счет ровного, аккуратного расположения всех символов правильного подбора шрифтов. То есть серебро набора – это тот идеал, то, к чему стремятся при создании физических книг. Вслед за серебром набора, вслед за вот этим строгим, аккуратным оформлением, как обычно, да, мы идем по спирали, если у нас было оформление строгое, то после этого дизайнеры, после этого авторы книг стали стремиться к чему-то более декоративному, к чему-то более красивому. И сказали, поскольку у нас появились новые возможности, поскольку мы можем уже набирать книги массово, поскольку мы можем использовать одни и те же иллюстрации многократно, давайте поэкспериментируем. И серебро набора стало частью вот таких вот иллюстративных страниц. Это еще довольно скромно на самом деле оформлено. Бывали такие, что просто несколько строчек текста вписаны в полностраничный рисунок. Затем мы движемся дальше, и на смену вот такой вот декорации, то, что было ренессансом, то, что было возрождением в типографике, приходит, как обычно, авангард и модерн, когда важен не текст, а важно то впечатление, которое он производит. Если для серебра набора была характерна именно читаемость, информативность, удобство пользователя, то сейчас, когда мы дошли до уровня авангарда и модерна, намного важнее то впечатление, которое производит текст. Я думаю, что у многих из нас в детстве были детские книжки, по которым мы учились читать, где была нестандартная, нетипичная верстка. Про буквы, про кота, про барабан, вот мои детские воспоминания. Для своих детей я покупаю аналогичные, только уже современные издания, для того, чтобы ребенок видел и понимал, что буквы могут выглядеть по-разному, слова могут выглядеть по-разному, и чтобы он не только учился читать, но и учился воспринимать вот так вот визуально информацию. И снова спираль идет на новый виток, и мы возвращаемся к строгому и аккуратному оформлению. Я думаю, то, что вы видите на экране, сейчас многим из вас знакомо. Так оформленные статьи, которые мы обычно смотрим в Ленинге, и это швейцарский стиль. Как обычно, довольно консервативная нация, они сказали, что да, эксперименты – это прекрасно, но давайте мы все-таки будем работать над тем, чтобы читателю было удобно. И они разрабатывают как раз какие-то практики, какие-то приемы, которые дошли до наших дней. Швейцарский стиль – это не устаревший вариант, это тот самый классический вариант, на котором сейчас остановились северстальщики, остановились дизайнеры. Самое строгое, самое аккуратное оформление, и оно очень подробно, очень дотошно разработано. То есть, если вы даже посмотрите на эту первую страницу, вы увидите заголовки, подзаголовки, эпиграфы, сноцки, колонн-титулы, номера страниц, верстков колонки, разделительные линии. То есть, очень-очень много деталей, и все они находятся в абсолютной гармонии друг с другом. А вот это уже новая типографика. Это направление экспериментов. Точно так же, очень аккуратно, очень грамотно подобраны шрифты, много уровней верстки, но при этом уже идут какие-то эксперименты, потому что появляется цвет, появляются геометрические формы. Здесь еще, как вы видите, появляются буквицы. Они долгое время были забыты, но постепенно дизайнеры вернулись к буквицам в тексте. Появляются лигатуры, вот так как необычно соединены буквы R и K по вертикали, а не как обычно лигатуры соединяются по горизонтали. Новая типографика – это то, что появилось в журналах, в газетах, в глянце, в каких-то вот желтых изданиях. Это то, что сейчас в масс-маркете, вот именно в популярном, в развлекательном, сегменте является основой. То есть сейчас, в принципе, если вы возьмете любой журнал, то вы увидите именно вариант новой типографики. И на настоящий момент можно сказать, что верстка текста сделала вот такую вот паузу. У нее есть консервативный швейцарский стиль и более свободная в экспериментах новая типографика. И все эксперименты, все дальнейшее развитие сейчас ушло, конечно же, в веб. И поэтому мы про книжную верстку заканчиваем и начинаем смотреть, а как же теперь выглядит на экране. Первый контент сайта, сайта, наполненный огромным количеством текста, выглядели примерно так. Это была попытка перенести книжную верстку, книжные приемы на страницу экрана. И здесь сразу же появилось очень много вопросов, потому что читать вот такую простую тексту невозможно. А нет возможности как-то разделить. Если в книге было деление по странице, мы перелистывали страницу и получали новую порцию информации, то в сайте мы работаем через пролистывание, и привычное деление текста уже работало не так. Поэтому на смену вот таким контент сайтом приходят сайты мультимедийные, в которых понятно, как делится информация. Например, на сайте, так же, как и в презентации, единица информации – это один экран. Появилось чередование текста и каких-то визуальных форматов текста и данных. И вообще самого текста, конечно, в таких сайтах стало меньше. Появились какие-то общие удобные правила верстки, как располагать текст, как следить за вниманием читателя. И, наконец, сейчас мы находимся на стадии экспериментов. Это примерно уровень авангарда и модерна, когда каждый человек может поэкспериментировать и использовать свой стиль. Основная площадка, конечно, для экспериментов – это сейчас социальные сети, где тоже много экспериментов со шрифтом. Но если вы пользуетесь, например, Инстаграм, делаете сториз, если вы работаете в самих родных приложениях, не используя серписы типа конвы, то вы можете заметить, что выбор шрифтов очень и очень небольшой. Всегда нужно ставить какие-то дополнительные шрифты, дополнительные программы для того, чтобы сделать текст красивым. То есть, в принципе, сейчас мы находимся на уровне экспериментов, и эти эксперименты только-только начинают набирать обороты. Мы с вами говорим о презентации, и мы находимся как раз, можно сказать, посередине, между тем, что нам показывают сайты, между тем, к чему приучили нас книги, а именно учебная литература, и пытаемся, конечно, экспериментировать. Без экспериментов мы, наверное, не можем обойтись, потому что нет каких-то жестких правил. Все, что касается шрифта, это всегда очень и очень субъективно. Я могу дать несколько рекомендаций. Любой дизайнер, с которым вы поговорите, может дать вам рекомендации. Но проблема в том, что большинство людей, создающих презентации, я сталкиваюсь с этим буквально каждый раз, когда разговариваю со студентами или бываю на защите их проектов, большинству людей нужно еще объяснять, что текст должен располагаться на контрастном фоне. Черные буквы, белый фон. Нужно объяснять, что не нужно читать информацию со слайда, а нужно говорить своими словами. То есть большинство людей находится еще на таком базовом уровне, что им нет необходимости задумываться про красивые шрифты, про грамотную верстку текста. К счастью, я думаю, что все, кто здесь собрались, уже перешли на следующий уровень и пытаются найти для себя что-то новое. И первое, что нам нужно знать, конечно, про верстку текста в презентации, это в том, что бывают слайды для вовлечения, а бывают слайды для информирования. И это очень большая разница, и текст на них будет выглядеть совершенно по-другому. Вот те вопросы, которые я рекомендую задавать себе или задавать тому, кого вы обучаете, делать презентации для того, чтобы понять, потребуется слайд вовлекающий или потребуется слайд информативный, для того, чтобы понять, сколько вообще нужно информативных слайдов по соотношению к одному вовлекающему или наоборот. Для того, чтобы понять, какой объем текста нужно располагать, это элементарный вопрос, будете ли вы сопровождать его голосом. Если есть спикер, который выступает, конечно, текста на экране должно быть меньше, чтобы внимание было на преподавателя, на эксперта. Если вы хотите отдать презентацию для самостоятельной работы, то, конечно, текста может быть больше. И даже вот такой вопрос, понимание или запоминание. Это самые простые уровни по таксономии Блума. Хотя бы просто обратить внимание на презентацию и хотя бы просто запомнить какую-то информацию. Но они уже предполагают разную верстку. Если нужно что-то запомнить, то к этому нужно привлечь внимание. Если нужно что-то понять, значит, нужно написать его на слайде так, чтобы было удобно читать, перечитывать и находить нужное место глазами. Вот примеры. Это информационный слайд, и он заполнен именно текстом. У нас есть заголовок, у нас есть два внятно разделенных между собой абзаца. И здесь мы можем довольно быстро текст просканировать, найти нужное место и его прочитать внимательнее. Тоже информационный слайд, только теперь текст организован списком. Чем отличается список? Тем, что каждая отдельная единица, в смысле, каждая отдельная единица информации здесь идет с новой строки, плюс есть какая-то иконка, какой-то символ, который позволяет проще ее найти. Хотя точно так же можно было бы написать и сплошным текстом. А это слайд уже вовлекающий. И главные, чаще всего встречающиеся вовлекающиеся слайды, это, конечно же, заголовки. Заголовки разделов, подразделов, обложка самой презентации. Здесь, как видите, намного меньше текста. Он ярче, он заметнее. На них часто используют какие-то фотографии. И текст самого по себе немного, он должен быстро читаться. И вообще, для вовлекающего слайда три строчки текста – это, в принципе, максимум. Лучше ограничиваться даже на двух. И другой пример вовлекающего слайда – это слайд с тезисом. Вот здесь как раз хороший достойный вариант. Может быть, не самые лучшие цвета, может быть, не самые лучшие линии, но, тем не менее, очень аккуратно работа с текстом. Все понятно, все аккуратно. И мне нравится даже то, как он разбит по строчкам. Да, если вам нравится, можете тоже поставить огонек. Когда мы видим какой-то слайд по отдельности, нам несколько проще. Мы думаем только о том объеме информации, который мы на этот слайд выкладываем, то, что мы верстаем на одном слайде. Но внутри презентации нужно думать не отдельными слайдами, а нужно думать всем потоком информации, видеть всю структуру целиком. И вот так вот, как вы видите сейчас на экране, делать, конечно, не стоит. Посмотрите, здесь слайды, в принципе, они все информационные. Сама презентация перегружена. Да, здесь есть какие-то цветовые акценты, здесь есть какие-то заголовки, какие-то вещи выделены, вставлены какие-то небольшие иллюстрации, но вся презентация целиком получается монотонной. Это только текст, текст и текст. Я думаю, что человек, который эту презентацию изучает самостоятельно, без харизматичного спикера, без вот такого энергичного, веселого человека, ну, может быть, на десятом слайде уже потеряет внимание точно. Десятые, с моей точки зрения, вообще самые-самые скучные. Лучше всего делать таким образом, чередовать слайды информационные и слайды вовлекающие. Причем вовлекающие слайды, это даже не обязательно, там, картинки, мемчики, какие-то веселые вещи. Просто слайды, на которых меньше информации, которые больше привлекают к себе внимание. Если мы вот этот пример сейчас разберем, то у нас получится, вот я один ряд выделила для вас, вот такая последовательность. Зеленые информационные слайды, синие – это слайды вовлекающие. Просто чередуя их, мы уже позволяем нашим читателям, нашим ученикам, где-то выдохнуть и вновь вернуться к внимательному поглощению информации. Здесь вот в среднем ряду идет чисто чередование слайд за слайдом. Наверное, это не самый лучший вариант. Чаще всего встречается вот такой вот. Когда у нас идет вовлекающий слайд, это заголовок раздела, потом несколько слайдов информационных, где мы раскрываем саму тему. Снова черный будет в заголовок раздела, вовлекающий слайд, и снова белые слайды – это будут слайды информационные. То есть, в принципе, вот такого чередования уже достаточно. Презентация перестает быть монотонной, появляется какой-то ритм, какая-то динамика, и ее легче воспринимать и при самостоятельной работе, и во время какого-то мероприятия. Еще один вариант. Здесь уже нет заголовков раздела. Здесь сама презентация построена не на информационных слайдах, а на слайдах, вовлекающих. И большинство. Вот я пометила некоторые из них голубым цветом, и вы можете видеть, что большинство слайдов тоже вовлекающие. И кое-где вклиниваются слайды информационные, когда нужно привлечь внимание к какому-то конкретному проекту. То есть здесь, в принципе, ситуация наоборот. Больше вовлекающих слайдов, меньше слайдов информационных. Но чередование, но динамика точно так же сохраняется. Если есть какие-то вопросы, если что-то непонятное, к чему-то нужно вернуться, или хотите высказать свое мнение по поводу этих примеров, нравится, не нравится, вы можете писать в чат. Я успеваю читать, успеваю смотреть, и рада буду ответить на любые, возникши у вас вопросы. А сейчас предлагаю двигаться дальше. И в том, что касается верстки текста, самым важным принципом я считаю сохранение иерархии. Это просто вот сверхважная вещь, которую нужно всегда держать в уме. Что такое иерархия текста? Если мы возьмем вот какой-то примерный образец слайда, мы можем увидеть, что какой-то текст написан более крупно, и он более заметен, к нему сразу внимание читателя притягивается. Какой-то текст заметен меньше, мы смотрим на него уже во вторую очередь, а какой-то текст является в принципе служебный. Он дает ту информацию, которую человек будет искать специально. Например, если ему потребуются найти какие-то выходные данные, или если будет сноска на какую-то книгу, или если это подпись под какой-то фотографией, где подпись не так важна, а важно, например, соблюсти авторские права. То есть если мы сейчас посмотрим на этот слайд и разделим его по уровням иерархии, то мы увидим, что у нас есть три уровня. Есть заголовок, есть текст и есть колонн-титул. Причем вот сейчас на экране слайд был как раз вовлекающий, но точно такое же деление мы можем проследить и на любом слайде информационном. То есть точно так же есть заголовок, есть текст и есть колонн-титулы. Да, конечно, это вот такие вот идеальные примеры, где представлено сразу несколько уровней иерархии. Татьяна, как правильно составить презентацию писателях-юбиляров, чтобы было не скучно? Это вопрос не текста, не шрифта и не верстки презентации. Это как раз работа со структурой презентации, с эмоциональными крючками, с информационными и эмоциональными слайдами. Это то, что мы рассматриваем на курсе, потому что это тема ни одного и даже ни двух вебинаров. В качестве примера, в качестве образца иерархии текста я предлагаю ориентироваться на веб-дизайн, на то, как мы видим на сайтах. Обычно пользователи не обращают внимания, они просто выучают информацию. Но те, кто хоть раз сам делал страничку сайта, знают, что есть заголовки нескольких уровней, обозначенными H1, H2, H3 и так далее. Максимум до 9 обычно ограничиваются четырьмя. Между собой такие заголовки отличаются как раз крупностью, насколько крупный текст, жирностью, насыщенностью и цветами. Сейчас, например, те варианты, которые вы видите слева, заголовки четырех уровней. Первый – заголовок всей презентации. H2 – это заголовок раздела. H3 – это заголовок на слайде или какой-то тезис. H4 – это бэджики, то есть, например, цель презентации, инструменты или информация о авторе. Вот таких четырех вариантов, четырех уровней иерархии более чем достаточно для того, чтобы внятно разделить информацию как внутри всей презентации, так и внутри отдельного слайда. Вот вариант заголовка раздела. Здесь мы используем два уровня. Это заголовок, например, H1 и текст. Текст не входит в эту иерархию, то есть, вот все H, которые вы видите, это только исключительно заголовки. Сам текст идет отдельно, сам по себе. И здесь у нас есть уровень H1 или H2 – заголовок раздела или заголовок всей презентации – и текст, так, как он выглядел бы внутри презентации. Посмотрите, чем отличаются соседние слайды. Несмотря на то, что там у нас был заголовок, здесь у нас был информационный слайд, а здесь был слайд, повлекающий. Есть еще одно важное различие. В зеленом примере у нас использован один и тот же шрифт, то есть он подписан снизу, против герню. Один и тот же шрифт, просто с разной толщиной штриха, разным размером, разной высотой букв. На этом слайде использовано уже два разных шрифта. Один идет для заголовка, один идет для основного текста. Если интересно, вы на этих слайдах, когда скачаете презентацию, можете увидеть название и даже настройки, какие именно у этого шрифта, для того, чтобы попробовать повторить это оформление самостоятельно. Я бы сказала, что здесь у нас уровень как раз использован H3, то есть третий по иерархии заголовок, и идет основной текст. Плюс еще внутри текста есть акцент, выделено отдельно название шрифта. Как видите, четыре уровня заголовков, текст, выделение, акцент в тексте уже как шесть вариантов. Имея на руках столько вариантов начертания, столько вариантов шрифта, столько вариантов оформления, можно даже довольно сложно по уровню, по структуре подаваемой информации презентации оформить очень и очень красиво, и самое главное, я считаю, очень и очень аккуратно. И еще один пример, да, снова вовлекающий слайд, у нас идет цитата, например, и цитаты хорошо оформляются выбороткой, когда мы, например, используем не зеленый цвет текста и белый цвет фона, а наоборот, используем зеленый цвет фона и белый цвет текста. Выборотка – это еще один пример и еще один инструмент дизайнера. И самое главное, что он очень простой, и его каждый может легко повторить. Главное, не забывайте, что выворотка всегда используется аккуратно, точечно. Нет смысла внутри презентации делать более трех, максимум пяти вот таких вот слайдов, потому что это очень сильный прием. Таким привлекает внимание к самой-самой важной информации. Это мы поговорили с вами насчет того, как составлять, в каком порядке составлять слайды внутри презентации, вовлекающие информационные, и поговорили о том, что нужно продумывать иерархию текста для того, чтобы оформлять слайды. Теперь приблизимся еще ближе к тексту, перейдем на уровень букв, а именно к выбору шрифта для всей презентации. И сразу скажу, что это сам по себе сложный вопрос, который зависит, конечно, от вашего вкуса в первую очередь, от того, что вам нравится и от того, что вам не нравится. Даже профессиональные дизайнеры, которые занимаются типографикой, типографика – это именно оформление текста, даже они не всегда могут прийти к общему знаменателю в своих обсуждениях. Так, оформляла отчет, презентацию в Гугле, не могла определить цвет на глаз, часто писала цвет похожий, но не тот. Да, сервисы, которые работают с презентациями, любят использовать вместо черного темно-серый. Это хорошо смотрится в веб-верстке, когда мы делаем сайт, но не всегда хорошо смотрится для презентации, особенно если вы показываете ее не через проектор, а показываете ее на экране. Поэтому лучше сделать презентацию, а потом, например, выделить всю, выделить весь текст и еще раз дополнительно установить нужный цвет. Да, в Канве действительно хорошо подбирается цвет, я за это ее люблю, но можно задавать палитры и прямо внутри и Powerpoint, и внутри Google Слайда, до Google Презентации можно настраивать цветовые палитры, чтобы по умолчанию выбирался правильный цвет. Не все любят с этим возиться, потому что мало того, что подбираешь палитру, как ее нужно, так ее еще нужно в программу загрузить. Это иногда довольно хлопотно сидеть и кликать, например, или копировать 16-ричный код цвета. Поэтому не все любят с этим возиться на самом деле. Палитры настраиваются, если говорить про Powerpoint, они настраиваются в меню Конструктор. Нужно там, где окошечко «Варианты», кликнуть на стрелку вниз, чтобы появилось расширенное меню. И там есть раздел «Цвета». Там сразу несколько палитр, и есть строчка «Настроить цвета». Это вот после 2013-го Powerpoint именно так это выглядит. И там в «Настройке цвета» будет отдельное окошко, куда нужно просто забить все, что вы хотите видеть перед собой. Итак, возвращаемся к обсуждению того, как подобрать шрифт для вашей презентации. Это довольно сложно, да, как вы сейчас видите на экране. Шрифтов очень и очень много, и они все выглядят по-разному. Они производят разное впечатление. Какие-то шрифты имеют отношение к конкретным фирмам, к конкретным событиям. То есть есть фирменный шрифт, который пишется, например, в заголовок «Нью-Йорк Таймс». Какие-то шрифты плотно связаны с брендами. Рукописный шрифт «Кока-Колы» всем, например, узнаваемый. Есть характер, есть настроение, есть настройки шрифта. Например, на этом слайде четко показано, что у пяти разных шрифтов при одном и том же размере, а здесь выставлен один и тот же размер в пунктах, условно говоря, пусть это будет, например, 36 размер, при этом высота букв у них продолжает оставаться разной. Если общая высота элемента остается неизменной, верхние выносные и нижние выносные элементы остаются одинаковыми, то общая высота букв будет отличаться. Вот P, X, они по-разному выступают за границей линий. И нет никакой гарантии, что поставив одинаковый размер шрифта, вы получите именно то, что хотели увидеть. У шрифтов разные совершенно насыщенности. Здесь на экране девять насыщенностей, они обозначаются сотнями. Это привычный вариант цифры, всем понятны, а вот названия дизайнеры шрифтов могут написать по-разному. Например, вместо regular могут написать normal. Или вместо варианта, например, extra bold, написать book bold. Какой-то вот такой вариант. А вот цифры, они универсальны, по ним можно определить, какую насыщенность имеет шрифт. Насыщенность – это то, насколько толстые шрифты внутри текста. Когда мы пытаемся Arial написать жирный, красивый, объемный заголовок, что мы были крупночитаемые буквы, пытаясь увеличить размер шрифта, на самом деле мы просто не понимаем, что у Arial максимальная насыщенность именно такая. И жирнее этот шрифт не станет. Нужно просто выбирать другой шрифт для того, чтобы получить такие яркие выразительные буквы. Психологи рекомендуют для экрана белый текст на синем фоне, шрифт Arial. Поправлю не на синем, а темно-синий фон. То есть в любом случае, если вы используете белый текст, то очень темный фон. И это опять же выворотка. Белый текст – очень сильное психологическое давление. Если вы всю презентацию сделаете такой, то пользователь просто не поймет, какая информация важнее, а какая информация второстепенна. То есть это слишком сильный, слишком яркий прием. Arial – он классический, конечно, вариант, но далеко не самый лучший. Есть похожие шрифты, которые сами по себе достойны. Я, например, очень люблю вариант робота. Он аккуратный. У Arial есть некоторые недостатки при создании его варианта с кириллицей. То есть на латинском он, да, замечательный, а вот с кириллицей есть некоторые недостатки. И я видела варианты, когда Arial немножко перерисовывал, чтобы он лучше подходил для русского языка. Так, какова разменность этих чисел? В каких единицах измеряется насыщенность шрифтов? Измеряется в степенях. То есть это степень, идет вариант степень 100 – это наименее насыщенный. Из того, что нарисовал дизайнер 900 – это наиболее насыщенный. То есть здесь, в отличие от размера, от высоты шрифта, который измеряется в пунктах, и эта единица идет от кегля, от типографии, от набора свинцовыми буквами. Здесь вот эта вот насыщенность, она исключительно экспериментальная. Мне нравится робота. Я покажу немножко дальше разные шрифты, разные их сочетания, и покажу те варианты, которые бесплатны, которые можно скачать, установить себе на компьютер и пользоваться сколько угодно. И, наконец, есть классификация шрифтов. Если мы поставим их рядом друг с другом, мы увидим, что они очень отличаются. Книжный шрифт, гротеск и вариант с засечками. Вообще про шрифты мы подробнее говорим как раз на курсе, по презентации, потому что это довольно долго, довольно сложная тема, и к тому же требуется практика и попробовать поэкспериментировать уже самостоятельно со своими презентациями, чтобы понять, какой вариант хороший, какой вариант подходит. А сегодня я предлагаю поступить немного по-другому. Засечками вроде бы не рекомендуют, но представьте, что человек, который всю жизнь имел дело с таким шрифтом засечками, он просто визуально не воспринимает. То есть очень тяжело некоторым преподавателям в презентациях ставить шрифты без засечек, потому что они к ним привыкли. Я предлагаю немного поэкспериментировать. У меня есть вот такая вот рыба текста и есть несколько шрифтов. И сейчас я переключу на демонстрацию экрана. Я прошу, после того, как демонстрация экрана включится, написать, видно или не видно. И мы с вами вместе проработаем сейчас разные шрифты. Я буду показывать несколько вариантов шрифтов, а вы будете говорить, какие из них вы считаете наиболее подходящими для текста. Итак, первый вариант. Название шрифтов тоже указано в презентации вашей, которую вы скачаете. Если какой-то из них вам очень-очень понравится, вы будете знать, как его найти. Спасибо. Так, еще раз вернусь к болванке текста. У нас есть заголовок, есть основной текст и есть тезис или определение, на которое нужно обратить внимание. Первый и второй. Хорошо, первый и второй. Давайте попробуем как раз ими набрать. Какой из них лучше подойдет для заголовка, какой для основного текста. Давайте попробуем пока вариант, где верхний шрифт, первый шрифт лучше всего подойдет для заголовка. Вот я выделяю текст, я копирую формат и вот таким вот образом выделяю. Точно так же здесь. Заголовок, наверное, уже немножко покрупнее, для того, чтобы лучше смотрелось. И вот таким вот образом. Достаточно ли хорошо, достаточно ли понятно иерархия, в первую очередь, достаточно ли понятно, где текст, хорошо ли это читается. Давайте попробуем теперь поменять местами. У нас есть Open Sans. И попробуем поступить наоборот. Сделать крупнее заголовок. А вот этот вот шрифт вся для основного текста. Что изменилось? Насколько хорошо? Насколько плохо? Легче ли стало читаться? Хуже ли стало читаться? Угу. Что изменилось? Вот если мы откатим назад, да, несколько изменений, мы увидим, что основной текст, основной текст, набранный разными шрифтами, дает абсолютно разное серебро набора. Вот я его сейчас выделю. Найду Open Sans. Посмотрите, 24 размер. И там, и там. При этом текст, набранный Open Sans, он заметно крупнее. Расстояние между словами больше. Строчки отстоят друг от друга на большее расстояние. Таким образом, хорошо, когда текста много. Он меньше напрягает глаза. Если ничего, если чего-то не видно, стоит перезагрузить страничку. Обычно это помогает. А вариант с агорой, вот со шрифтом, с засечками, хорошо читается, он дает какую-то линию, слова не похожи друг на друга, но он лучше читается, когда текста меньше. И заголовок сам по себе, вот если мы возьмем его Open Sans, он будет смотреться не очень хорошо. Для того, чтобы он смотрелся лучше, агорой, конечно, он смотрелся намного лучше. Для того, чтобы смотрелся лучше, нужно выбрать другую насыщенность, для того, чтобы он не терялся. А если мы сделаем вот так вот, оставим насыщенный заголовок и текст набранный агорой, то слайд будет прям плотным, насыщенным. Много текста на него не разместишь. Вот нету варианта правильно так или правильно не так, есть вот эта вот разница, которую можно показать. И точно так же для текста, для определения, мы тоже можем подобрать какой-то определенный вариант. Так, давайте я верну агору. Раз она больше всем нравилась. Потому что она идет с автором. Так, это у нас была Акора с засечками. И основной текст у нас был Open Sans. И тезис или определение я поставлю тоже вариантом, предположим, с той же самой агорой. Да, запись как обычно будет. Все это останется на YouTube-канале Директ Академии. И на любой момент сможете просмотреть. Так. Как видите, единого мнения быть не может. Тут нужно поэкспериментировать. Вот мне, например, на мой вкус кажется, что вот такой вариант, он несколько тяжеловат. И я бы тезисы или определения на этом слайде тоже бы оставила вариантом Open Sans. Сделала бы покрупнее. При необходимости добавила бы немножко жирности, да, немножко больше насыщенности тексту. Но вот такой вот довольно яркий сам по себе шрифт, как Агора, я бы не использовала на слайде несколько раз. Оставила бы только один раз. А почему вы полностью отвергаете третий вариант с шрифтом, который называется ТАПАС? Он тоже сам по себе интересный. И если его использовать аккуратно, например, только для заголовков, он тоже сам по себе очень читаемый. Но с Агорой, с другим шрифтом, с засечками, конечно, сочетать его не стоит. Тем не менее, тоже вариант для эксперимента. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому надо пробовать и надо экспериментировать. Давайте посмотрим другой вариант. Заголовок и текст должны быть одним типом шрифта. Вообще, обычно говорят, что должны быть контрастные, что нужно подбирать их контрастные. Но не всегда это просто. Для начинающих, если вы только пробуете, лучше вообще использовать один шрифт, но просто использовать его в разном размере, с разной насыщенностью. Давайте посмотрим еще один вариант. Снова три шрифта. Здесь уже у нас классические варианты. Arial, Times New Roman и вот такой второй шрифт, очень необычный сам по себе шноббин. Да, если перезагрузка не помогает, то, возможно, придется посмотреть в записи, потому что я понимаю, что у большинства все видно хорошо. Какой из этих шрифтов мы отнесем к заголовку, какой отнесем к основному тексту? Насыщенность меняется вообще не вручную. Я покажу, когда буду показывать Google Fonts, где именно содержится разная насыщенность шрифтов. Так, третий для чего? Для заголовка или для текста? Второй на заголовок, третий на заголовок, первый на текст. Шнобелем заголовок будет весело. Посмотрите, вот вы говорите вариант, например, Times New Roman для всего. Давайте мы возьмем Times New Roman и попробуем весь текст выделить им. То есть вообще хорошо, когда вы скачаете, например, презентацию или попробуете просто для себя сделать такой же тренировочный слайд и попробуйте на нем по-разному перенастроить шрифты. Посмотрите, Times New Roman у него очень тонкие штрихи. Есть толстые штрихи, а есть тонкие. И когда вы выбираете его для основного текста на экране, у вас просто начинают буквы сливаться. То есть Times New Roman один из наименее подходящих шрифтов для того, чтобы писать какой-то основной текст. Попробуем изменить. Взять, например, Шнобел для заголовка. Действительно, он довольно веселый. У него есть какое-то определенное настроение. И не для всех презентаций он сам по себе подходит. Он вот такой вот веселый, небрежный. И, конечно, им однозначно не стоит писать общий текст. Да, согласна, что Times лучше для документов, а не для презентации на печати. Он пропечатывается хорошо. А в качестве основного возьмем как раз Arial. Классический вариант, который, я поняла, многим нравится. Да, запись вебинара будет. Вот, посмотрите. Если мы поменяли на Arial, буквы сами по себе стали четче, крупнее. Я не изменила размер шрифта. И по сравнению, например, с Times 24 размера, и 24 размер Arial дает совершенно разное впечатление. И понятно, что лучше сам по себе читается. Опять же, Arial очень строгий шрифт. У него нет какого-то особенного характера. А у Шнобеля есть. Поэтому между собой они довольно хорошо сочетаются. Но только Шнобель, конечно, должен быть покрупнее. И для тезиса или для определения тоже, конечно, лучше всего использовать Arial, только с большей насыщенностью. Вот таким вот вариантом. Шнобель, что значит сказать, что в обучении применять не стоит? Это дизайн. В нем нет никаких запретов. Его можно применять и для обучения, но не для сплошного текста. Потому что если мы возьмем вариант, например, со сплошным текстом, я просто покажу ради интереса. На какую букву у нас? Для сплошного текста это абсолютно не читаемо. А для заголовков читаемо. Да, я добавила бы вариант с цветом, выбрала какой-нибудь вот вариант. И вообще тезис и определение, конечно, стоит перенести на отдельный слайд. Это просто вот для сравнения, чтобы находилось, чтобы вы видели вместе. Ну и последний вариант. Это PlayFM Display. Это Oswald и Robota. Да, поэтому я Arial заменяю обычно на робота. Это вот мой любимый вариант для презентации на робота или на OpenStance. Даже не то, что скучные, они аккуратнее. Это не стандартный шрифт. Это шрифт декоративный. Его автор раздавал бесплатно. Я не знаю, раздает ли он сейчас его бесплатно, но это не стандартно. Я в библиотеку собираю свой шрифт, собираю вручную. Какая примерно должна быть разница в размере текстов разного уровня? Так, чтобы смотрелось контрастно. Как я объяснила, у разных шрифтов при одинаковом размере будет разная высота букв. Поэтому исключительно ставить рядом и проверять, насколько хорошо смотрится. Так, какой из этих вариантов для текста, какой из этих вариантов возьмем для заголовка, какой, в принципе, вам вообще нравится. Второй возьмем в качестве заголовка. Да, смотрите, когда появляется насмотренность, когда вы сравниваете шрифты между собой и сравниваете тексты, набранные шрифтами между собой, вы уже можете без написания представить, что освальд лучше всего подойдет для заголовка, потому что для текста он слишком насыщенный, буквы слишком черные, слишком жирные. Если брать первый шрифт для заголовка, у него та же проблема, у него та же проблема, что и у Таймса. Посмотрите, насколько тоненькие шрифты, которые превратятся просто вот в месиво. Поэтому, конечно, лучше всего взять робота для написания основного текста. А с заголовком раздела мы всегда сможем поэкспериментировать. Обратите, кстати, внимание на то, что у освальда нету и краткой буквы. Если вы используете в заголовках хотя бы в одном месте и краткую, то освальд вам не подойдет. На это тоже нужно обращать внимание. Не у всех шрифтов есть все символы. Вот такой вариант. Насыщенный робота и насыщенный заголовок. Очень такой строгий официальный вид получается у слайда. Теперь меняем на более игривый вариант. И видим, что Playful подходит, но для того, чтобы он хорошо смотрелся с насыщенным робота, его нужно заметно увеличивать. А значит и текста на экране будет меньше, и текст нужно будет разносить между собой разные блоки текста на большее расстояние. Шрифт диктует верстку слайда. В той презентации, которую вы скачаете, есть все эти примеры. Два разных варианта сочетания шрифтов. Вы сможете посмотреть, сможете увидеть мои комментарии, что хорошо сочетается, что плохо сочетается. И со временем поэкспериментировать и подобрать те шрифты, которые нравятся вам фактически. Нужно выбрать несколько, хорошо сочетающихся между собой, и привыкнуть их использовать. И теперь вопрос про несовместимый совсем размер не помогает. Совместимый, но с другой насыщенностью. То есть у того же Playful есть другая насыщенность, которая рядом с роботом смотрится лучше. И вот как раз про насыщенность, про стандартные и нестандартные шрифты. Я рекомендую использовать не то, что по умолчанию у вас стоит на компьютере, не то, что по умолчанию есть в программах, а рекомендую научиться пользоваться Google Fonts. Это не сервис, к которому нужно обращаться. Это сайт, на котором вы можете найти шрифты, скачать на свой компьютер, поставить и, в принципе, забыть. Главное понять, как именно на Google Fonts искать шрифты подходящие. Я предлагаю снова сейчас включить демонстрацию экрана и теперь уже в режиме реального времени показать, как работает сам сайт Google Fonts. Ссылку я закончу показывать и скину. Хотя нет, вот так она у меня под рукой. Можете открыть вместе со мной и посмотреть. Итак, Google Fonts — это, в принципе, основной сайт для поиска шрифтов. У него есть масса достоинства для веб-дизайна, для создания сайтов, и поэтому большинство шрифтов на сайте, которые вы видите, подгружаются как раз в Google Fonts. Нам подгружать их не нужно, нам главное — найти и скачать. Смотрим на верхнюю панель, на панель поиска. Если мы знаем название, можем найти какой-то конкретный шрифт. Если, например, я заразила вас своей любовью к роботу, вы можете набрать и сразу увидеть именно все варианты, относящиеся к роботу. Обратите внимание, что это не один, не просто один шрифт. Есть классический вариант, есть вариант, где буквы более сжаты, есть вариант, где буквы, наоборот, одинакового размера, есть вариант робота, у которого засечки. То есть вот сразу четыре варианта, и каждый из них внутри себя имеет несколько начертаний. Вот эта вот надпись «12 стилей», «6 стилей» — это как раз сколько внутри вариантов одного и того же шрифта. Да, потому что он самый-самый востребованный, поэтому и стоит первый. Так, дальше смотрим. Следующий вариант — это вариант вписать какой-то текст, чтобы посмотреть, насколько хорошо он смотрится. То есть в кириллице вообще важно вписать какое-то слово, где есть, и краткое, где есть буква «Ё». Вот, например, я напишу свой вариант. И сразу можно посмотреть, у каких-то шрифтов просто даже нет никаких кириллических символов. А у каких-то кириллических символов есть, но, например, «Ё» и «краткое» прописаны плохо. Хотя Google фонд вообще за этим всем на самом деле следит. Так, эти шрифты бесплатные, если от них авторские права. Эти шрифты бесплатные. К каждому из них есть лицензионное соглашение, где четко прописано, как именно его можно использовать. В коммерческих целях каждый из них использовать можно. Если презентация выкладывается на сайт библиотеки и пользователь скачивает себе, то да, отображаются только те шрифты, которые у него установлены. Поэтому презентацию, я которую выкладываю к своим вебинарам, я выкладываю в варианте PDF. При этом все шрифты сохраняются. Дальше показан размер. То есть вы можете посмотреть с разной крупностью, как будет выглядеть текст. То есть попробовать поставить какой-то указанный размер шрифта. Они изменяются, становятся крупнее. Но самое, с моей точки зрения, важное, самый важный фильтр, это фильтр вот здесь по категориям и по языкам. То есть первое, что я делаю, это сразу ставлю вариант кириллицы. Просто кириллица – это все символы, которые нужны нам. Расширенная кириллица – это с дополнительными символами. То есть, например, для других языков славянская группа. Я выбираю вариант просто кириллица. И вот здесь вот в категориях можно выбрать наиболее подходящий. Например, вот этот вот вариант – это шрифты рукописные. Это вариант шрифты моноширной, где все буквы имеют одинаковую ширину. Удобно в том случае, если у вас ограниченное количество символов, и вы хотите быть уверены, сколько именно символов нужно поместить на одну строчку. Вот этот вот вариант – это шрифты, по мнению Google Fonts, наиболее подходящие для отображения на экране. Это вариант без засечек SANS и вариант шрифтов как раз с засечками. Причем нет разделения на шрифты с классическими типографскими засечками, которые появились еще во время Гутенберга, и шрифты уже с экранными засечками, которые более плоские, более геометричные. Итак, настраиваем, выбираем варианты. Я вот, например, сделаю вот так, выборку по вот этим двум вариантам. И есть еще дополнительные настройки. Например, количество стилей, толщина. Например, вам нужны шрифты, у которых есть максимальная толщина для того, чтобы, например, распечатать название библиотечной выставки, распечатать название документа, и вы выбираете только те шрифты, у которых есть максимально возможная ширина. Ну, обычно это я не использую этот фильтр. Да, можно выгружать презентацию с включением шрифтов, при этом у нее увеличивается размер и немножко увеличивается время загрузки. То есть, да, так тоже можно делать. Я попробовала, и мне показался все-таки более удобный вариант с подлепкой, для того, чтобы выгружать вот вам свои презентации. Так. Ну, давайте проголосуем за какой-нибудь шрифт, который кажется вам более симпатичным. Видите, у них тоже есть какие-то свои характеры, какие-то шрифты кажутся похожими, какие-то шрифты выделяются. Например, вот Лобстер долгое время был популярен в социальных сетях. Давайте вот обратим внимание на комфорт. Да, такой вариант, где нестандартные совершенно кругленькие, пухленькие буквы. Я кликаю на название шрифта, и у меня открывается страница одного конкретного шрифта. То есть, прямо вот отдельная страница сайта, посвященная этому шрифту. Если нужна лицензия, вот она находится в самом низу, можно посмотреть, скачать и определить, как именно использовать. Есть список всех символов включенных, обратите внимание, латинский, русский, и есть в том числе лигатуры. Например, вот этот вот вариант. Это Л и мягкий знак будут соединяться вот в такой вот символ. Н и мягкий знак могут соединиться в такой же вот символ. Да, можете тоже поискать и скачать для себя. Просто вот он попался мне первым на глаза, а то это, видимо, пропустило. И самый разный стиль. Вот обратите внимание, написано над стилем, что light 300. То есть, у него насыщенность 300. У этого шрифта нет более тонких вариантов. А максимальная у него насыщенность 700. То есть, варианта 800 и варианта 900 у него нет. Самым толстым вариантом его не написать. И вот этот вот шрифт скачивается обычно всем семейством, чтобы у вас под рукой были все начертания, чтобы у вас под рукой была вся насыщенность. Вы просто нажимаете на кнопку «Скачать все семейство шрифтов», и оно у вас скачивается архивом. Либо можно кликнуть на какие-то конкретные варианты и скачать только те, которые вы выбрали. Здесь вот нажав «Скачать» варианты. Только 300 и только 500. Но я рекомендую так не делать и скачивать полностью именно семейство. Так, какой был симпатичный, вытянутый. А вот этот вот, да, он тоже у меня стоит. Я его тоже довольно часто использую. И так, про семейство я говорила. Про то, что скачать можно целиком семейство и использовать разные варианты его написания. Если мы, опять же, откроем робота, у него, как видите, 12 стилей. И есть варианты не только с разной насыщенностью, с разной толщиной штриха, но и сразу прописаны курсивные варианты. Не нужно нажимать никакую кнопку «Италик». Для того, чтобы сделать курсивный, достаточно просто выбрать именно это начертание шрифта. Есть некоторые шрифты, у которых больше начертаний, чем у робота. Я, например, беру вот вариант «Количество стилей» и прям вот больше 18. И, как видите, есть несколько семейств, где их намного и намного больше. Вот, например, я часто в презентациях использую «Фиру». Она есть такой вариант, есть курсивный вариант, есть с разной жирностью и с разной насыщенностью. Шрифты скачиваются, zip-архив у вас скачивается в ту папку на компьютере, куда скачивается все из браузера. Вы этот zip-архив распаковываете, то есть вот нажали, у вас скачался архив. Вы его открываете, распаковываете, кликаете на каждый шрифт. Он у вас открывается в отдельном окне, нажимаете, там будет кнопка с правами администратора «Установить». Или просто правой кнопкой мыши по шрифту кликайте и выбираете вариант «Установить». То есть шрифты устанавливаются как небольшие программы. То, что я говорила сейчас про Google Фонд, у вас также будет в презентации. То есть здесь несколько будет скриншотов с пояснениями о том, где найти ту или иную кнопку, как отфильтровать те или иные шрифты. То есть можно скачать сразу все семейство или начертания. И я рекомендую скачивать все семейство и использовать какие-то шрифты целиком, а не выбирая отдельные их начертания. Если остались еще какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Моя презентация доступна для скачивания. Она в формате PDF. И следующий вебинар будет снова в январе. Сейчас они пойдут несколько чаще. И он будет посвящен разработке макетов слайдов. Мы посмотрели на шрифты, посмотрели на текст, посмотрели на то, как верстать можно текстовые слайды, повторю, соблюдая иерархию в тексте и в шрифте. На разработке макетов мы будем говорить и о том, как сочетаются графические элементы с текстом. О том, как делать слайды с заголовки, как делать слайды с насыщенной информацией. Как размещать информацию в колон-титулах и, думаю, о многом другом интересном. Те шрифты, которые вы скачаете и поставите, они будут доступны во всем офисном пакете. То есть их можно будет целиком применять. И к тому же, Марина, обратите внимание, если вы пользуетесь сервисом Canva, там используется тоже среди бесплатных шрифтов основная масса – это шрифты на Google Phone. То есть вы можете и эти же шрифты найти в выпадающем меню Canva и использовать их вообще во всех своих дизайнах. Как технически использовать их? Как я показывала в презентации, вот точно так же в списке выпадающих шрифтов добавляются новые строчки, вы выделяете текст и просто применяете к нему какой-то другой шрифт. Чтобы установить скачанный шрифт, его нужно распаковать из zip-архива, а потом, например, кликнуть на нем правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Установить» из-под прав администратора. То есть нужно иметь полный доступ к компьютеру, чтобы это сделать. Я ставлю чат еще в поисках ваших вопросов. Про вставки фото и картинок тоже в следующем вебинаре, да, именно так и будет. Я надеюсь, что те, кто не смог посмотреть из-за черного экрана через несколько дней, зайдут на YouTube и все увидят, потому что записываются наши вебинары корректно, и всю информацию сможете получить. Там скачайте сейчас презентацию, а затем сможете параллельно полистать ее вместе с просмотром вебинара. Спасибо вам за ваши отзывы и за добрые слова. Я жду вас на следующих вебинарах трека и на своем курсе, который будет идти у меня с марта. Там у меня будет больше возможности рассказать, конечно, про шрифты и про другие интересные вещи. Хорошего вам дня, и я возвращаю наш микрофон Татьяне Викторовне. Спасибо.